Вы понимаете песню «Улетай туча»? Да. А как вы думаете, кто её написал? Не помню. Не помню. Мне кажется, что эту песню написала Пугачева. Кто автор этой песни? Мне кажется, Сала-Сала. Скажите, пожалуйста, вам знакома песня «Улетай туча»? Да. А как вы думаете, кто её написал? Не знаю. Ну подумайте. Пугачева. Улетай туча. Вот «Улетай туча». Это не моя песня. Её написал Виктор Резников. И слова написал, и музыку написал. Виктор Резников. Виктор Резников. Я ещё раз повторяю. Виктор Резников. Резников. Если мне рассказывать о своём скромном творчестве, то нужно начинать именно с неё. Пугачева приехала в Резников в 78-м году, уже будучи звездой. И меня просто мои приятели разыграли, сказав, что они обо мне ей рассказали. И там пришла в восторг и сказала, ну как же Резников знал, конечно, какие песни отличные. И я со свойственной молодостью и самоуверенностью поверил в эту шутку. Но они не просто меня разыграли, а сказали, что она ждёт меня в гостинице «Европейская» в 25-м номере. И я пошёл туда, выдержав бой со швейцаром, я пробрался на второй этаж и постучался в номер. И с той стороны вопрос, как фамилия? Резников говорит. И видно тогда, первые, но, к сожалению, в последний раз меня спутали с Альё Резниковым. И пока, видно, соображали, что произошло с внешностью этого известного поэта, я просочился во мной. Она всё сразу поняла и сказала, ну что, песни покажут? Ну давай, садись иди, король. Ну, естественно, я тогда добил до конца, волос она откинула и сказала, что уже ничего, ну давай дальше, что там у тебя. Конечно, должно я вам признаться, работать с ним и весело, и трудно. Они молодые, вредные такие, всё и нужно, чтобы вот как им надо. В общем, короче говоря, у нас каждый раз с ним работа начинается с того, что он меня учит петь. Я в облака запускаю бумажного змея. Думает змея, что сам он умеет летать. Кажется, змею он в небо он мчаться сумеет. Если удастся ему свою нить оборвать. В эту примету В верю и в волны монету Я смахну рукой, прошу далеко Собернуться к морю, нас с тобою через год Субтитры сделал DimaTorzok